дорогие друзья здравствуйте давненько уже на моем канале не было видео сегодня в общем-то буду исправляться на стеллажах особо показывать вам ничего не буду потому что здесь у меня такой знаете творческий беспорядок нужно переставлять все вот потихонечку занимаюсь переставляю мини фиалочки вот где пустое место отбираю переукоренять вот некоторых надо просто цветоносы поснимать потому что под завяли уже деток нужно просмотреть листики с детками значит вот это детки вот они я по моему записывала видео когда доставала их из теплички листики укореняла по моему 7 октября с выставки это листики когда я доставала их из теплички примерно пару недель назад у некоторых листочков не было деток вот эрдурман детки не было смотрите появилась детка уже вот на открытом воздухе тоже недавно доставала из теплички здесь где-то неделю назад доставала листики из теплички тоже некоторые в тепличке дали деток а вот вот этот вот листик деток дал уже вот на открытом воздухе и этот тоже вот то вот еще одно доказательство того что не всегда укорененные листики способны дать в тепличке деток конечно же стоит отметить что для того чтобы листики дали деток извиняюсь нужно все-таки хорошее освещение и подходящая температура не ниже 20 градусов вот здесь вот листы у меня в тепличке дали деток под хорошим освещением ну вот там малюсенькие детки так сейчас буду вот эту тепличку доставать в общем то листы буду доставать из теплички уже на открытый воздух тут вот все нормально детки появились значит спустя месяц вот 7 ноября я укореняла листочки и сегодня 13 декабря чуть больше месяца и абсолютно все листики с детками им листиком было светло и было тепло вот кстати укореняла в торфе профи микс это был профи микс я заказывала в группе фиалочный хомяк елена марченко вот так что все-таки из кипы от производителя торф профи микс лучше чем тот который на валдебересе расфасовка вот я в этом убедилась а уже все я покупала и на валдебересе и заказывала у лены было там я видео записывала распаковку делала значит были такие комментарии негативные что якобы я там рекламирую да я никого не рекламирую показываю то что я заказываю для своих фиалок вот делюсь в общем-то с вами не обязательно если вы прям как считаете что это реклама покупать елены марченко до группа фиалочный хомяк есть на озоне профи микс 250 литров стоимостью там по моему 3000 рублей вот ну это конечно 250 литров для тех у кого много фиалок то так ищите лучше у девочек так а вот здесь вот я укореняла 2 декабря тут и пасынки немножко листиков укореняла это уже я укореняла все в торфе который заказывала на валдебересе называется фабрика торфа тоже там видео показывала вам торф который заказывал значит спустя 10 дней до 11 дней что я вижу в принципе все укореняется но слабенько слабенько потому что вот это тепличка у меня стояла на стеллаже где холодно вот там сейчас температура на стеллаже 18 градусов поэтому плохо укореняются светло но холодно вот достала сейчас вот этот конденсат проветрую и в общем-то буду переставлять на стеллаж где светло и тепло вот то есть выше 20 градусов еще раз срезюмируем да что нужно для того чтобы листы дали быстро деток быстро это в течение двух месяцев полтора месяца нужно светло и тепло вот ну и конечно чтобы листы были хорошие не старые да какие-нибудь там больные листики и чтобы был грунт подходящий это может быть там я не грабал то что там выбирайте так тут понятно да ну и на столе я немножечко так расставляла фиалочки цветущие немножко наверно тоже вам покажу значит из стандартов river mist бегай link вот такая вот красота цветет очень люблю этот сорт сделаю фото и буду укоренять листочки с этой розетки потому что есть заказы так полу мини тоже моя любимица морганса элвин элвин еарл вот такая красотка после переукоренения зацвела тоже нужно наукоренять листочки потому что есть заказы так а вот это 77 тени bells вот такие колокольчики долго уже цветут розеточка сантиметров 10 не больше даже на на меньше десяти сантиметров пока не буду размножать этот сорт у меня там есть пасыночки вот потому что рано мини фиалочки дают быстро деток сейчас только декабрь месяц место-то не резиновое так из менюшек значит сегодня переставила с капиллярных матов вот на фитильный полив и лакрос смотрите какая малипусенькая розеточка и полно цветоносов будут зацветать этот сорт на фитиле может замокать серединка поэтому сейчас на фитиль поставила и буду наблюдать так вот это и фрезия начинает зацветать вот посмотрите какая малипусечка тоже вообще мне кажется для этого сорта 50 граммовый стаканчик лучше всего подойдет чем горшок пятерочка вот пока только вот один цветочек раскрывается ну такой вот интересненький и это вроде не а сам так из сортов ве ирины виблая украина виспайдер вот такой пестролистный сорт удлиненный листик здесь цветы осы вот такого сиренево-лавандового цвета я бы так сказал вообще вот сорта с приставкой ве это в основном осы и такое разнообразие прям цветов ос окраски на и красные белые вот не знаю мне нравится не скажу что прям что-то такое знаете что вау и ах но интересненький такой сортик так это зацветает у меня ве киттен пауз вот такие но это анютки цветочки пестролистная такая вот розеточка цветы анютки и вот что интересно верхние лепесточки как будто химерные полосочки так вот везде у меня я так думаю что это не фиалка уходит в химеру да а а это вот именно сортовая особенность вот но еще посмотрю про этот сорт почитаю хотя информации маловато изменять цветет еще вот такая вот красотка долго уже тоже цветочки держатся не портятся hunters game same sugar красота тоже аккуратная розеточка новинки которые начинают у меня зацветать вот вчера настя на своем канале показывала сорт и он уже хорошо цветет у меня еще нет hunters ванна сима и стингер такая вот у меня розеточка вот у этой розеточки цветы осы по сорту листы должны быть с прилистниками ну вот у этой розетки нет прилистников как а есть у меня вторая розеточка она тоже вот уже с бутончиком так вот показываю я тоже вот буквально сегодня с капиллярного мата сняла на фитиль здесь уже вот раз и листики с хвостиками появляются вот и кстати заметила что вот это баст листва когда фиалочка молодая она может не проявляться с возрастом появляются вот такие вот прилистники хвостики их так называем ждем полного распуска цветы косы у меня их уже в коллекции таких сортов с цветами осами много в общем-то цветоносы у всех длинноватые имейте это в виду так из моих старых сортов цветет ян катюша моя любимица это полу миниатюра с кроновой пестролистностью этот сорт я пробовала выращивать в пятерке в шестерке не понравилось сейчас растет он у меня вот в такой где-то здесь шесть с половиной не знаю грамм 200 здесь грунта вот мне кажется для этого сорта это такой объем то что нужно очень красивые цветы такие прям воздушные махровенькие красота сорт в коллекции уже не знаю лицами шесть и не надоел вот что значит сорта шлягера на хиты так из трейлеров очень интересный красивый сорт который понравился мне значит св город пенза на мой взгляд очень удачное такое сочетание значит удлиненная листва пестролистная пестролистность от начинает появляться и цветы колокольчатой формы видите но колокольчики когда долго цветут раскрываются вот такой вот у меня кустик есть это молоденький кустик есть у меня там еще один кустик будем растить будем смотреть это кстати полу миниатюрный трейлер кустового типа не ампельный у меня в коллекции остается так ну тоже из моих старичков трейлеров зацвел бродвей старт трейл этот сорт миниатюрный трейлер кустового типа тоже форма цветов у сорта довольно интересная необычная это не цветочки осы просто такие вот цветы с удлиненными лепесточками этот сорт всегда цветет по-разному может цвести чисто белыми цветочками чисто белыми цветочками обычно летом цветет ну вот у меня зимнее время в центре появляется такой глазочек лавандового цвета вот это все согласно описанию сорта то есть бродвей старт трейл не может цвести никакими там синими голубыми это спорты вот он вот так должен цвести или же чисто белые цветы или живут в центре лавандовое свечение кустик вот такой вот уже большой кисовый трейл тоже мой любимчик растет ну я не знаю тут объем где-то 18 или 20 сантиметров кашпу в диаметре здесь несколько пасынков я укореняла вот полянкой в общем-то в этот раз выращиваю этот трейлер часто пасынками обрастает вот если пасынкуется сильно можно лишние пасынки убирать а можно не убирать лишние пасынки можно просто дать меньше света кустику вот то есть убрать и кустик на некоторое время там на недельку другую чуть ли не в полутень не совсем в тень ну с минимум освещением чтобы вытянуть вот и тогда можно лишние пасынки особо не убирать но я конечно пасынки буду снимать потому что этот сорт пользуется хорошим спросом красота так тоже колокольчики так такого лимонного цвета can to spring кустик зацветает тоже буду размножать и вот эту красоту хочу вам показать сорт называется св город аша это тоже трейлер смотрите какие красивые цветочки кустик после пересадки вот пока еще вот такой вот кашпо импровизированный где-то на пол-литра кустик в одну голову листики я там уже этого сорта укореняла на весну так как сорта не быстрый несмотря на то что трейлер ну и мне все равно нужно снимать периодически листочки чтобы открывать пасынки потому что здесь у меня куст сам разрастается на три головы верхушку я не прищипывала просто чтобы вот эти вот пасынки выводить я убираю у основной головы вот она основная голова листочки не трогаю только те листочки не убираю даже если вижу что мешают вот пасынкам ну которая с цветоносами вот отцветет и листик сниму и если он будет в хорошем состоянии укореню красивые крупные цветы махровые полумахровые я бы так сказала и цвет такой вот вот такой вот он не знаю как его описать розово-фуксиевой что ли и такими знаете как разводы по лепесточкам идут светлее темнее белая кайма по краям лепестков смотрите какие махрушечки красота св мне вообще селекция ольги емельяновой до приставка и свои трейлеры мне очень нравится потому что у нее много сортов трейлеров именно с крупными махровыми цветами и ее сорта вот св город аша св город курск мне обязательно выращивать как трейлеры их даже можно растить как стандарты до будут цветоносы длинноватые но не критично это мои дорогие хочу пожелать вам всем всего хорошего мира добра и благополучия